Дорогие друзья, мы рады вам представить обновленное и дополненное издание полюбившейся читателям книги «Сила молитвы» и другие рассказы из легендарной «Зеленой серии надежды». В него вошли рассказы уже знакомых читателям авторов из предыдущего издания книги, а также 11 рассказов новых авторов Сергея Комарова, Елена Дишко, Натальи Ячистовой. Все авторы очень разные, различаются их рассказы по темам, стилю и настроению, но все они заставляют задуматься о своей душе, об отношениях с ближним и, главное, о важности молитвы к Богу и Его святым. «Будем молиться», решительно сказал настоятель, и мы стали добавлять к обычному утреннему правилу акафист и канон святителю Николаю. Так прошло две недели. И вот однажды на службе появилась женщина средних лет в сопровождении молодого человека. Подходя к кресту, она сказала, что ее сын служил в Афганистане, и она дала обет. Если он вернется живым, то отдаст все свои сбережения самой бедной церкви Тверской епархии. Сын пришел с войны невредимым. Таких историй в книге немало. Из них мы узнаем о подвижниках благочестия и о простых людях, о преображающем душу покаяния и искреннем прощении, о больших и маленьких чудесах, о силе любви и молитвы. Рассказы сборника помогают задуматься о самом важном. Позволяют вместе с героями рассказов найти ответы на главные жизненные вопросы. Знакомят с удивительными людьми, известными и неизвестными подвижниками. На примерах из жизни учат терпеть, прощать и любить. Дарят удовольствие от чтения с первой до последней страницы. Книга «Сила молитвы» и другие рассказы будет интересна тем, кому нравится «Зеленая серия надежды», всем, кто ценит хорошую литературу и тем, кто любит книги, которые дарят тепло, радость и умиротворение. Благодарим вас за интерес, проявленный к книгам издательства Сретенского монастыря. До новых встреч!